Привет, друзья! Это Аксамита, моя еще одна пятиминутка о главном. Уже почти год жуткой кровавой войны здесь у нас в Украине. Я продолжаю снимать пятиминутки, и главная их цель – это проверка связи. Это оставаться на связи с нашим Богом, с нашим Спасителем. Это смотреть на все обстоятельства, какими бы жуткими, вопиющими, несправедливыми они ни были. Смотреть на них сквозь призму Божьего Слова. Аминь. Потому что Божье Слово – это то, что удерживает Вселенную. Божье Слово – это то, что выводит нас из самых тупиковых ситуаций. Именно Божье Слово способно дать нам силу, энергию, вдохновение пройти все, преодолеть все, устоять во всем. Аминь. Поэтому здесь, в этих пятиминутках, мы с вами, с Божьей помощью, рассматриваем обстоятельства, ситуации, в которых мы оказались. Это жуткое потрясение и в нашей стране, и во многих других странах. Через призму Божьего Слова. Самое главное, что я хочу донести всем нам, то, что я верю, Господь сейчас говорит в своей церкви. Это ходить по духу. Это смотреть не только так, как нам предоставляют обстоятельства и средства массовой информации. Не позволить себе такую роскошь смотреть только внешними нашими органами чувств. Если мы помним, то Библия четко говорит, что хождение по плоти, то есть хождение по нашим органам чувств. Меня ударили, значит, надо дать в ответ. Мне больно, значит, нужно жаловаться. У меня что-то болит, значит, нужно выпить таблетку. Значит, нужно полезть в Google и посмотреть, что же там Google говорит об этих симптомах. Об этих симптомах. Дорогие, можно ли так жить? Да, можно. Но в это время Господь повышает ставки. Господь повышает требования именно для его людей. Если ты такой человек, который сегодня имеешь эту роскошь и привилегию, сказать, Господи, я твой человек, прямо сейчас напишите, пожалуйста, аминь. Я такой человек. Потому что именно для таких людей я снимаю эти видео, чтобы поддержать, чтобы вдохновить. Где бы вы ни были, возможно, вам пришлось выехать и поменять свою дислокацию. Да, мне нравится этот термин, дислокацию. Но это не говорит о том, что вы вышли из Божьей воли. Потому что если вы находитесь в Слове Божьем, если вы молитесь, если вы желаете исполнить Его волю, этот божественный навигатор Духа Святого никогда не подведет вас. Потому что, знаете что? Бог хочет, чтобы вы исполнили Его волю на этой земле больше, чем вы этого хотите. Для некоторых это хорошая новость. Аминь. Давайте коротко помолимся. И у нас с вами есть несколько минут, чтобы сегодня поговорить на очень важную, я верю, отрезвляющую тему. Господь, я благословляю сейчас каждого, кто слушает. И мы соглашаемся в молитве, Господи, чтобы принимать от Тебя Твою божественную мудрость, Господь. Твою силу, Твое водительство. Дух Святой Ты обещал, что Ты наполнишь, напомнишь нам все, что Иисус говорил нам. И прямо сейчас, Господь, мы принимаем от Тебя именно то, что нужно нам. Именно сейчас, Господь, чтобы все преодолеть, чтобы укрепиться и чтобы усилиться. Аминь. Напишите, пожалуйста, аминь. Если можно попросить вас, сделайте ваш репост. И я начинаю сегодняшнюю тему. Она называется так. Кто враг церкви? И когда однажды я затронула в одном из эфиров эту тему, мне тут же прилетел комментарий, зачитаю этого человека. Не будьте мирскими. Ваши враги у вас под носом. И в вашей же стране вы не знаете, кто враг у христиан. Дорогой мой брат, именно об этом хочется и поговорить, потому что я знаю, кто злейший и главный враг сегодня для христиан, для людей Божьих на этой земле. Давайте вместе порассуждаем. Конечно же, этот человек имел в виду вражеское войско из соседней страны. Конечно же, это зло прямо из ада. Понятно, что оно осуждено всеми нами, нормальными людьми. Это зло должно быть осуждено. Это уже осуждено Богом. И однажды чаши гнева и зальются, и суд нечестивым предопределен, как я говорила в прошлой пяти минутке. Однако, если мы сейчас сконцентрируемся на четкой инструкции Иисуса Христа для последнего времени, которую Он направляет. Послушайте еще раз внимательно. Когда Иисус говорит о последнем времени, когда Он четко пророчествует, Он предвозвещает. Знаете, это как Он переносит нас в то время, учеников, в котором мы сейчас оказались. И Он говорит нам, будет то, то, то и то. Смотрите, Он дает четкую инструкцию для церкви. Он не говорит там со всем миром. Потому что Он понимает от позиции церкви, от готовности церкви, от того, насколько церковь будет на связи с Богом, от того, насколько у церкви будет обновлено мышление, дерзновение, синхронизация с Ним, от того, насколько церковь будет сегодня посвящена и сораспята с Ним, чтобы быть способной, достаточно смиренной и дерзновенной, чтобы действовать в Его чудесах и знамениях. Поймите, именно поэтому Господь так внятно и четко говорил. Значит так, внимание, в последние времена перед моим пришествием будет то-то, то-то и то-то. И вот это то-то, то-то и то-то мы можем четко сказать, а, ага, оу, оу, и это тоже. Все в нашем поколении. Да, я не устаю говорить, это первая война, это первое потрясение, это первая пандемия в нашей жизни. И однажды у меня до смешного доходило, когда Илюшечка спрашивал в начале войны, мам, ну когда мы уже пойдем в детскую комнату? Знаете, какой-то маленький ребенок, да, ему 6 лет было. Вот, и я говорю, ну понимаешь, Илюш, вот несколько месяцев назад мы не ходили в детскую комнату, потому что была пандемия. Он говорит, а сейчас? Я говорю, ну а сейчас мы не ходим, потому что война. И я подумала, нормальный такой разговор мамы с сыном, да, то есть нормальные такие объяснения. Вот, поэтому, друзья, если мы с вами действительно хотим причислить себя к тем людям, с которыми Бог может нормально сесть, ну если так можно сказать, да, за стол переговоров, не просто качать на своих руках, утешать, хотя я знаю, что есть миллионы сейчас людей, которым так нужно это утешение, и я призываю вас это делать, делать словом, делать делом, аминь. Но тем не менее, Бог имеет дело с людьми, которым Он сегодня может доверить свое сердце, и действительно не преувеличивая ход истории этого человечества. Поэтому, когда мы обращаемся к словам Христа, мы понимаем, хорошо, Господь, Ты даешь четкие инструкции, что и как делать. Итак, говоря о том, что будет, на удивление, Он не говорил там, и вот, произойдет самое страшное. И вот, молитесь в тот момент, чтобы я это остановил. Противостойте этим воинам, да, там, останавливайте их, сражайтесь с ними. Дорогие, это логично предположить было бы, но есть события, которые предопределены, и которые являются следствием, понимаете, следствием божественного закона. Это не то, что Господь говорит, ну достали, ну уже вот сколько можно, ладно там 10 ракет, но 15, уже все. Да, это мы так думаем, потому что мы научены, как бы, нашим, ну вот, опытом, житейским таким, да, что Господь имеет дело с каждым человеком лично, если то, 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 если то, то, то. Но, понимаете, Бог на то и Бог всемогущий, что Он раз и навсегда установил свой закон. Один из законов звучит так, последствия греха, пока я накарму наказание за грех, это смерть, это вечное проклятие, и мы это видим и увидим, это божественный закон. Поэтому, драгоценный Господь, говоря о последних временах, Он как бы дает отсылку к тому, чем вам, дорогие мои дети, мои служители, нужно неистово сражаться в первую очередь. Как Господь? Как это может быть? Потому что есть события, которые предвосхищают Его приход, которые являются знамениями последнего времени, знамениями для тех миллиардов людей, которые еще должны познать Его, для евреев, для Божьего народа, понимаете? Это знамения, которые должны исполниться. К сожалению, к нашему огромному сожалению, к этим слезам, но одно из знамений – это войны в последнее время. Когда мы это говорим, мы не умоляем всю вопиющую, да, несправедливость и нечестие, и грех, которые совершают люди из соседней страны, которые дают указы, да, приказы, направляют сюда войска и направляют сюда ракеты. Тем не менее, вместе с этим нам нужно позволить себе, позволить Богу увидеть эту ситуацию также в Его перспективе, в глобальной перспективе, если хотите, если мы хотим с вами, а я верю, что это именно вы, кто смотрите это видео, если мы хотим стать частью божественной перспективы в это время. Вот такое достаточно длинное вступление, но это главный мой посыл. Так что же там говорит Господь? Удивительно. Я надеюсь, что вы обращали на это внимание, но все-таки еще раз уточню. Смотрите, что Господь говорит в Лука, 21 глава. После всего вот этого жуткого перечня событий, Он говорит, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Другими словами, будьте на страже. То же самое место Писания, Евангелие от Марка, 13 глава. Написано, вы смотрите за собою. Вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать, ибо вы будете гонимы за имя Мое. Он предупреждает и говорит, в первую очередь, Моя церковь, ты будешь разрываема на части. Моя церковь, ты столкнешься с такими вызовами, которых еще не было на этой земле. Все это родовые схватки перед Моим приходом. Поэтому, дорогая моя невеста, в первую очередь смотри за собой. Храни свое сердце на связи со мной. Не ожесточи свое сердце. Пусть твой дух будет на связи со мной. Пусть вера, любовь не охладеет. И вера пусть будет крепкой и сильной. Итак, дорогие, исходя из слов нашего Господа, я могу смело сейчас заявить, что самый злейший враг – это то, внимание, что мешает нам исполнить повеление Бога для нашей жизни. Теперь смотрите, если бы у вас была задача определить самого злейшего врага, как правило, да, вот как лайфхак, как мы определяем самого злейшего врага? Мы выбираем самое важное что-то, самый важный, например, проект или самое что-то дорогое. И теперь самый злейший враг – это тот, который покушается на самое важное и самое дорогое. И теперь, церковь, если мы смотрим с вами, да, на четкое повеление Господа, на обстоятельства сегодняшние, как Бог их видит, что это происходит? Что происходит? У Бога всегда все заключалось во взаимоотношениях с людьми. Все вокруг отношений. Он отдал Сына Своего, чтобы отношения восстановить. Теперь враг церкви – это то, что мешает церкви продолжать нести триумфальное послание Бога о его главной победе. Вот к какой победе нам нужно стремиться сейчас неистово до войны, во время войны и после войны. Вот какой мир сейчас беспокоит нашего Бога, мир человека с Богом. Поэтому, драгоценные, сейчас множество конференций, служений, молитвенных движений, да, и это сейчас в тренде понятно, что церкви нужно оснащение, оснащение на духовную борьбу, оснащение против врага. И вот когда в очередной раз я думала об этом, я понимала, что Господь в том числе говорит, что оснащение против врага – это значит осветить себя, это значит укрепить свои отношения с Богом, это значит неистово сражаться со всем тем, кто именно тебе. Мы говорим лично, помните, Иисус говорит, за собою смотри, за собою смотри, не за своей страной, даже не за своей церковью своей страны, за собою смотри. Потому что враг церкви, он работает один на один, он подошел к Еве лично, он не во всеуслышание объявил, оправдали, сказал Бог. Поэтому сегодня нам нужно лично быть на страже, быть теми, кто понимает, я буду неистово сражаться, когда что-то приходит и хочет украсть. Мой мир, мою связь с Богом, мое бескомпромиссное служение Богу и людям, мое посвящение. И еще одна мысль, это однозначно, что церкви нужно быть оснащенной, Павел об этом говорит, да, и мы с вами уже определили, что так как номер один призвание церкви – это покорять народы вере, значит враг номер один, это даже, если так можно сейчас сказать, да, это не пандемия, не голод, потому что во время пандемии Бог обещал, если ты будешь в моей воле, будешь на связи со мной, я пропитаю тебя. Окей, пандемия – это не самый страшный враг, потому что во время пандемии мы можем спасать людей даже больше, аминь, потому что люди уязвимы, потому что проявляя чудеса и знамения, конечно же, мы будем привлекать людей к Богу. Теперь война – это очень страшно, это очень жутко. Каждое утро, просыпаясь, я не знаю, как вы, но мне тоже хочется опять себя ущипнуть. Господи, она продолжается, опять сирены, опять эти слезы, да, драгоценные, но вместе с тем война не может, да, как я недавно написала, ни один тиран, ни один самый жестокий убийца, оккупант, ни одна страна-агрессор не может остановить проявленное присутствие всемогущего Бога через его церковь. Исходя из этого, мы делаем смелый вывод, родные, что даже войны, даже войны не являются самым страшным врагом. Бог предупреждал, он четко сказал, что это знамение его пришествия, и значит, это не угроза служению его телу, это не угроза самому главному спасению людей и переходу в его царство. Что говорит апостол Павел? Всем известная глава Ефесянам, шестая глава, где он перечисляет все оружие, аминь, все оружие Божье для людей. Мы знаем это все, это очень популярно, перечитайте, конечно же, обязательно, кто-то в комментариях, может быть, ссылочку дайте. Вот, и интересно, что потом в 18 стихе, стих 18, многие теологи, толкователи говорят, что это еще одно все оружие, конечно же, молитва. И он говорит, всякую молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. И, на удивление, именно это оружие, каким образом, он дальше показывает, каким образом это все оружие должно быть исполнено. Он как бы дает нам намек, самый главный враг, которому мы можем противостоять через молитву духа. Смотрите, он мог бы попросить о чем угодно, но он просит о том, что, понятно, было самым для него ключевым и главным, то, с чем он сражался, то, на что враг атаковал его больше всего. Давайте почитаем. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими, открыто, с дергновением, возвещать тайну благовестия, для которого я исполняю посольство в узах. Дальше, дабы я смело проповедовал, как должно. Любимые братья и сестры, я прошу вас, родные, как вывод финальный этого важного видео. Драгоценные, давайте позволим Богу донести нам нечто очень ключевое. Да, мы все раздираемы несправедливостью, жестокостью, войной, буквальными убийствами. И это то, что, конечно же, является самым, самым жестким для каждого из нас сейчас. Нам нужно преодолеть. Мы всем сердцем хотим, чтобы это остановилось. Господь говорит, это правильно, это ваша душа. Конечно же, ни один человек не может быть равнодушным, когда он видит это зло. Но, внимание, если Бог говорит с тобой, как с его церковью, он дает нам четкое понимание. Враг церкви номер один. Это даже не пандемии, это даже не войны, это даже не голод, это даже не гонение, не предательство, не оккупации и так далее, и так далее. Все, родные, при всем нашем желании быть, жить, и мы верим в это время, когда Господь поднимет через церковь нашу страну, наш народ, и мы будем житницей. Я та, которая пророчествую об этом, и я соглашаюсь и верю в это. Тем не менее, мы понимаем, что церкви нельзя быть сегодня ослабленной. Враг номер один, то, что мешает нам, и угроза номер один, это все, что мешает нам приближаться к Богу, быть одним духом и собирать жатву. Все то, что может навредить душе, охладить любовь, ожесточить сердце. Вот с этим врагом давайте будем сражаться неистово. Аллилуйя! И завершающие слова, это любимые мои слова апостола Павла, деяние 20-24. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы! Только бы! Я желаю это, конечно же, самой себе. Перед тем, как снимать эти видео, я пропускаю каждое слово через свой дух, через свои слезы, через свое сознание. Можем ли мы сегодня, как Божьи дети, любимые мои братья и сестры, можем ли мы сегодня в молитве сказать Господь, я ни на что не взираю. Моя цель остается точно такой же, как и у тебя. И она не меняется с войнами, с военными слухами, с распорами, с пандемиями, со всеми угрозами, которые сейчас нависают на нас, на всех сторон. Я ни на что не буду взирать, как ты ни на что не взирал, как Павел ни на что не взирал. Только бы с радостью исполнить мое поприще. Благословляю вас, дорогие, благодати вам вот в этом славном, триумфальном сражении с главным врагом человечества и врагом церкви. И Господь говорит, ни одно орудие, сделанное против нас, не будет успешно. Мира нам всем, шалома нам всем, божественного вмешательства и божественного внезапно во имя Иисуса. Аминь.